Он из другого мира, я ему не ровня. Почему нет, Эми? В наше время это нормально. Сейчас даже короли женятся, на ком они хотят. А ты такая милая, Эми. Если парень не дурак, он обязательно в тебя влюбится. Да, 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 ты права. Я вижу это в его глазах. А глаза никогда не врут. В его голосе такая нежность. По-моему, Алехандро действительно меня любит. А я? Сегодня я его увижу. Алехандро. Да. Я не хочу лезть не в свое дело, но Марсия взрослая женщина. Она всегда поступала по-своему. Между вами что-то есть? Нет, нет. Мне нравится Марсия. Меня к ней влечет. Но она рвется замуж. А это пока не входит в мои планы. Я не собираюсь жениться. И потом у меня новое увлечение. Помнишь, я рассказывал о девушке? Учительнице Габи? Да. Так вот, она почти согласилась. И я готов поспорить, что сегодня ночью Мария Эмилия станет моей. Алехандро, ты бы дважды подумал, прежде чем встречаться с девушкой, которая у вас работает. Брось, дружище. Она прекрасна. У нее красивые глаза, чувственный рот, который я готов целовать и целовать. А тело... Если бы ты видел ее тело... Обойдемся без подробностей. Конечно, я схожу по ней с ума. Я ее обрабатываю потихоньку, не торопясь. И сегодня она вступит в святая святых. В мою холостяцкую квартиру. А если она не согласится? Бывают скромницы в постель только после церкви. Я таких не встречал. Ты специально выбираешь тех, кто точно не устоит перед твоим обаянием. Нет, нет. Просто у меня свои методы. И я ни разу не проиграл. Когда-нибудь ты встретишь девушку, которая не поддастся. Хорошие у меня друзья, спасибо. Что ты несешь? А если сглазишь? Это пойдет только на пользу. Она тебя заставит по-другому взглянуть на жизнь. На тех, кто тебя окружает. Ты не будешь таким эгоистом. Да, конечно, монсеньор, извините. Тебе идет. Ты похож на священника. Может, учительница, именно то, что тебе нужно. С чего ты взял, что ты выиграешь? Выиграю. Малышка крепко увязла в расставленных сетях. Если я сегодня не уложу ее в постель, я больше не Алекандро Агирре. Сегодня она не устоит. Я хочу, чтобы ты ушла из моделей. Кожа быстро состарится, если ты будешь так краситься. Ты почти не бываешь дома. Возвращаешься под утро, а это опасно. Еще я боюсь, что соседи, они скоро начнут шептаться. Не читай мне мораль. Всегда одно и то же. Не злись, просто я... Откуда это кольцо? Покажи. Покажи, Моника. Отстань, отвяжись. Я устала от того, что ты везде суешь свой нос. Не лезь в мою жизнь. Почему ты кричишь? Ты меня достала. Я не обязана ничего объяснять. Не выношу, когда ты строишь из себя учительницу. Я уже говорила. Я сама о себе позабочусь. Понятно? Вот как? Я просто не хочу, чтобы ты наделала глупостей. Ладно, ладно, сестренка. Забыли, да? Ну, извини. Наверное, сегодня я встала не с той ноги. Меня все раздражает. Ладно. Знаю, что я подумала, когда его увидела. Решила, что это подарок от тайного воздыхателя, с которым мы не знакомы. Я решила, что ты, наконец, обручилась. Какая же ты фантазерка. Нет. Конечно, нет. Она очень красивая. И, похоже, настоящая. Хорошая итальянская бижутерия. Для наших шоу. Бери, если хочешь. Куда-нибудь наденешь. Нет, спасибо. Я же почти нигде не бываю. И я не люблю хвастаться такими вещами. А я... обожаю. Такие вещи нужно носить так, чтобы они сразу бросались в глаза. Потому что часто встречают по одежке. И если ты не считаешь это важным, ты отстала от жизни. Меня никто не остановит. Я добьюсь того, о чем мечтаю. Любой ценой. Ты погляди на это. Какой пейзаж. Грязные соседи. Везде сушится белье. На улице грязь. Проклятая нищета. Я ее ненавижу. Мне надоело ютиться в коморке. Надоели пьяницы соседи. Я не могу их видеть. Не могу. Мерзкие, вульгарные. Тише. Не дай бог услышат. Они всегда были так нам добры. Да. Тебе они нравятся. Особенно Хенероса и ее семейка. Да, нравится. Очень нравится. Хенероса всегда о нас заботилась. Она меня практически вырастила. В последние 10 лет она заменила мне мать. Да. Мы живем в бедности. В не очень чистом квартале. Но у нас хорошие и добрые соседи. Нет. Мы живем здесь. Но мы не такие, как они. Ух. Мне жалко, что папа все потерял. Хватит ныть и жаловаться. Вместо того, чтобы засучить рукава и благодарить судьбу за то немногое, что у нас осталось, извини, но я не могу. Я не ты. Я более утонченная. И родилась, чтобы быть богатой. Чтобы тратить деньги, не считая. Моника, для тебя деньги самое главное в жизни. На них многое можно купить. Я знаю, что такое достаток, Эмилия. Я хорошо это помню. Я тоже. Тебе было двенадцать. Ты была еще маленькой. А мне уже исполнилось четырнадцать. Когда это случилось, мы готовились к моему пятнадцатилетию. И вдруг такое несчастье. Меня баловали. Мне покупали все, что я хотела. Мой мир там. И я туда вернусь. Тебе придется нелегко. Мы ушли. И обратной дороги нет. Нож нет, сестренка. Я вернусь. Клянусь. Как, Моника? Как? Я что-нибудь придумаю. Тебе понравился десерт, дорогой? Великолепно, милая. Я сама приготовила, чтобы доставить животику удовольствие. Мама, ты такая смешная. Я обожаю смотреть, как вы воркуете. По-моему, это чересчур. Это здорово, пронести любовь через годы. Вы не знали? Мама и папа это Ромео Жильетто в старости. Если бы Шекспир их не убил. Грустная шутка, Александр, ужасная. Скажи, дорогая, сколько мы уже женаты? Почти тридцать. Тридцать? Это надо отпраздновать. Конечно. Дорогой, мы тоже будем такими, когда поженимся? Может, хватит играть на публику Лаурита? Тетя Артенсия хочет, чтобы пришел дядя Эстебен и тоже ее обнял. Он этого не сделает. Кстати, у Эстебена деловой обед. С новым заказчиком. Слава Богу, сегодня он займется делами днем, а не ночью.